Приветствую вас на ветеринарном канале, меня зовут Бакулина Дарья и сегодня 5 минутка по глазкам. Почему могут течь глазки? Первая причина это непосредственно офтальмологическая. Среди врожденных патологий есть такая патология, как неправильно растущая ресница, которая трет роговицу и вызывает болезненность хроническую и хроническое слезотечение. Следующая проблема это воспаление слезной железы. По разным причинам это могут быть различные инфекции, вирусные, бактериальные и так далее. И повышенная продукция слезы вызывает слезотечение. Следующая проблема это закупорка слезного протока. Это тот проток, который слезу переносит из глаза в носовую полость. То есть соединяет глаз и носовую полость. То есть почему, когда мы плачем, у нас идут сопли? Потому что в нос попадает слеза. Так вот при закупорке этого слезного протока, тоже это бывает врожденное, бывает на фоне инфекций, бывает на фоне травм и онкологий, значит начинает вытекать слеза наружу, да, то есть она не проходит через него. Диагностируют это заболевание с помощью попытки промыть слезный проток. Если это не удается, его прокрашивают, делают рентген и смотрят. Если жидкость не может проходить, значит там какая-то механическая преграда, не связанная с воспалительными сгустками, потому что воспалительные сгустки, закупорившие слезный проток, их можно промыть. Еще одна проблема в травмологической, это сухой кератит. Когда роговица пересыхает по разным причинам, следующая причина это травмы. Травмы роговицы, травмы конъюнктивы, слизистой оболочки век и так далее. Что-то, что провоцирует рефлекторно на слезную железу, на повышенную выработку слезы. Следующие у нас это аллергические моменты. Когда аллерген попадает в глаз или когда это системная аллергия, глаза могут течь. Это может быть пищевая, это может быть атопическая. То есть на компоненты внешней среды это пыль, бытовая химия и так далее. Следующий момент это инфекции. Бактериальные, вирусные, это могут быть системные, это могут быть местные. То есть верхние дыхательные пути и глаза. К таким относятся вирусный рентрохит, хламидиоз, микоплазмоз и так далее. Что можно делать для того, чтобы провести диагностику и вылечить животное? Во-первых, вы должны сами проследить, что провоцирует повышенное слезотечение и попробовать избавиться от этих патологических факторов. Например, если у вашего животного ухудшается самочувствие, в том числе течет слеза. Например, после поедания курицы или каких-то продуктов, то естественно мы эти продукты исключаем из рациона. Если у вашего животного слезятся глаза во время отопительного сезона, возможно у вас слишком сухой воздух в квартире и вам необходимо пользоваться увлажнителем в течение всего отопительного сезона. Следующий момент. Если у вас животное, например, гуляло на улице, вернулось со слезотечением из обоих глаз, это скорее всего подхватил инфекцию. Если из одного глаза, это скорее всего травма. Иногда травму можно увидеть невооруженным глазом, иногда травму можно увидеть только с помощью офтальмо-тестов. Например, это прокрашивание глаза, это чертелевую лампу смотрят офтальмологи, иногда УЗИ глаза и так далее. Чем лечить? Скажем так, вы не навредите без диагностики, если будете закапывать просто увлажняющие капли. Например, бриллиантовые глазки или какие-то офтогели, корнергели, которые протекторы роговицы, вы этим не навредите. Все остальное желательно применять только после диагностики. Значит, хочется сказать по поводу капель с гормонами. Очень часто назначаются просто так. Они могут навредить чем? Если у вашего животного заподозрили аллергию и, например, назначили табрадекс, но сделали это, не прокрасив роговицу и не посмотрев, нет ли на ней повреждений. Что такое гормон? Это вещество, которое ухудшает, снижает иммунитет. Таким образом, роговица у вашего животного поврежденная. По действиям этих капель это повреждение увеличится, потому что в это повреждение пойдут бактерии. Там будет снижен иммунитет. И это все может привести вплоть до потери глаза. Поэтому без диагностики желательно никакие капли не назначать, кроме вот этих нейтральных, либо протектора роговицы, либо просто лосьона для глаз. И то, если на них нет аллергии, тоже очень внимательно их применяем осторожно. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!